Здравствуйте, уважаемые слушатели курса «Тенденция развития благосферы». Сегодня на шестой лекции мы рассмотрим тему «Интернет-коммуникация как вид социального взаимодействия». С развитием пространства сети интернет стали появляться все новые и новые каналы для коммуникации, разнообразные социальные сети, сайты, знакомств, блоги, мессенджеры. А это, в свою очередь, привело к довольно-таки стремительному увеличению информации и ее источников. Это же повлекло за собой целую цепочку нововведений от появления социальных наук в нашей жизни до продажи гайдов по продвижению в различных соцсетях. Спектр информации довольно-таки обширный, и не каждый сможет вникнуть в суд дело без посторонней помощи. Все это, естественно, стало изучаться для удобства использования. Благодаря столь обширному способу для общения между людьми и формированиями групп, по интересам появились новые появления и понятия в сети интернет, одной из которых – социальная общность. Для начала следует прибегнуть к терминологии. Каждая из них ежедневно используется в сети интернет, но не каждая думала о значении понятий и понятия «социальная сеть». Коммуникация – это процесс взаимодействия в социуме, людьми и социальными группами с целью обмена информацией, знаниями и передачи необходимых сведений. Социальная сеть – это структура, которая связана множеством связей, людей, организаций, сообщества. Также она подразумевает под собой онлайн-флатформу, которая используется пользователями сети интернет, как им необходимо, для обмена информацией, общения, работы, знакомств и даже развлечения. Здесь каждый может найти способ для самовыражения, найти любовь или же друзей. Нет никаких ограничений, за исключением тех, которые могут нарушать закон. Другое понятие, которое необходимо разобрать – это социальная общность. Оно представляет собой объединение людей, схожих по своим социальным признакам. Они могут иметь общие интересы, гендер, быть на одной ступени социальной лестницы и иметь общие цели. Этим они и объединяются в единую общность. Также, как известно, в качестве основы для той или иной социальной общности представляют собой факторы сознания. Объединяющую роль факторы сознания не стоит ставить в параллель с сознательными причислениями всех пользователей сети и глобальной социальной общности и интернет-пространства. Но не стоит отрицать того, что в конкретном случае существует схожий черт, которые бы не соединяли данную общность, не отличали ее как социальную целостность. А потому, как интернет преобразует многие понятия, даже общность социума преобразилась под его натиском. Сейчас интернет-пространство можно смело назвать центром социальной общности, ведь все важные критерии он вобрал в себя. Также можно задаться вопросом о том, как же изучаются социальные сети и изучаются ли они вообще. Мало кому известно, что само понятие возникло в далеком 1954 году благодаря социологу Джеймсу Барнсу. Перефразировав ранее сказанное определение, можно выразиться более простым языком, что социальная общность – это группа, состоящая из людей, имеющих что-то общее. Со временем стала набирать популярность научная концепция о том, что первоначально развитие социальных сетей произошло в развитых странах, то есть капиталистических, после же это дошло и до Восточной Европы. Развитие общества поспособствовало стремительному развитию информационного века, в котором было создано множество типов коммуникаций. Именно это и стало причиной резкого скачка, появления и развития разнообразных социальных сетей. На данный момент используется данная концепция повсеместно. Количество социальных сетей в мире действительно поражает. Именно для этого и необходимо было упорядочить их и вывести определенного рода классификацию. Она была разработана в 2008 году, но и сейчас она используется после добавления нескольких типов. Классификация социальных типов делится на следующие подпункты, такие как личные сообщения, видео, геолокация, закладки, фото, деловые сообщения, блогинг, новости, аудио, вопрос-ответ, виртуальные миры, покупки, тематические, развлечения. Также классификация может делиться по доступности сети, такие как смешанные, открытые, закрытые. Классификация социальных сетей может также делиться и по регионам, такие как безрегионно, территориальная единица, страна и мир в целом. Одна из интереснейших классификаций социальных сетей – это по типу. Она включает в себя множество различных проектов с самым разнообразным видом контента для различных целей и раскрытия своего потенциала, который может занять свое место. Если же как следует углубиться в анализ социальных сетей первого типа, можно прийти к выводу, что практически все основные тематики давно социализированы в киберпространстве, невзирая на тип контента. Более активное развитие продолжается в отдельных нишах, где появляются тематические социальные сети. Они основываются на общении пользователей и определенном контенте, который подстраивается под тематику сообщества и желания пользователей сети интернет. Вторая же классификация рассказывает о доступности сетей. Значительная часть сетей сейчас совершенно открыта для внешнего мира, правда? За такую откровенность они зачастую поддаются критике пользователей. Но, с другой стороны, это представляет выгоду, потому как некоторые проекты нацелены не на публичность. Смешанные же развиваются несколько хуже других типов из установленных барьеров. Именно из этого люди с неохотой входят в подобные социальные сети. Последняя с классификацией по географическому типу самая незамысловатая и очевидная. Первоначально появились крупные и авторитетные социальные сети. Они помогали стирать физические границы. После же образовались сети и в отдельных регионах. Они стали брать в расчет успех старших братьев и копировали их с уклоном на свой регион. С развитием интернета стали обыденностью и сети для отдельных городов. Помимо этого, есть и такие социальные сети, которые предусмотрены исключительно для политических партий, организаций или же корпораций. Теперь можно рассмотреть изучение социальных сетей. Изучением данной сферы заняты представители самых разнообразных отраслей, таких как социология, культурология и, естественно, представители социальных наук, такие как мы с вами, журналисты. Изучаются сети посредством сбора информации среди тестовых групп, анализа использования тех или иных социальных сетей населением и также соцопросов. Самое интересное в их изучении – это влияние на социум и человека в целом, потому как более чем 10 лет назад в современном обществе одно из популярных занятий в интернет-пространстве является использование социальных сетей на ежедневной основе. Помимо этого, изучение учеными коммуникации сети интернет, как ввиду социального взаимодействия, стали изучать в конце века. Над основными проблемами коммуникации начали задумываться еще в древности, а самые первые труды датируются еще 20-ми годами 20-го столетия, практически в одно время на Западе и на Востоке. Самым популярным и интересным трудом из всех работ можно выделить несколько из них – это труд Бахтина, Франка и Яспеля. Примомо этого, основателями данного направления принято считать Фихте и Геккеля. Ученые на Западе считают философию коммуникации как философию третьего мира, в то время как у российских ученых на этот счет несколько иное мнение. Они считают методологические возможности коммуникации неосвоенными в социально-гуманитарных исследованиях, хотя интерес к ним достаточно велик и растет постоянно. Литература, имеющая нефилософский характер, также заслуживает внимания, однако говорить они стоят в других случаях. У каждого из представителей есть схожий взгляд на то, как следует изучать коммуникации. Также существует специфика анализа, она же определяется тем, что задачи различаются. Еще Кули писал о том, что тяга к общению есть не результат мышления, а его важная часть, а жизнь сознания в каком-то роде жизнь общения. На этом я завершаю свою лекцию. Спасибо за внимание. Спасибо.